Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1471. Почему первые христиане были так открыто непатриотичны к своей исторической родине? Они же были евреи, а во всем Ветхом Завете только читаешь про войны и как они умели воевать с захватчиками. Это особенно видно в книгах Маковейских. Почему же нигде ни слова в Новом Завете о том, что апостолы заботились о свободе своей родины, которая была под властью римлян? Сегодняшние священники ратуют за Великую Россию. И приятно это слышать. И в войну были патриоты в патриархии. Призывали убивать оккупантов. Или я неправильно что-то поняла? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы поняли все как раз правильно. Апостолы вообще даже и намека не давали о патриотизме. О защите оружием плотским своей родины земной. Они заботились о своих евреях только в одном плане, чтобы они познали Христа и обратились ко Христу и спаслись для вечности во Христе. Со Христом жили и со Христом умирали. И больше ничего знать не хотели. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. 2 Коринфянам 10.4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Римляна 9 глава 3 стих. Я желал бы сам быть отлученным от Христа, за братьев моих, родных мне по плоти. Филиппийцам 1.21 Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Сравните с тем, как учат сегодняшние ура-патриоты в рясах. Они же и близко не стояли к апостолам. Если охота воевать, убивать, то при чем тут Евангелие? Недавно прочитал одну статью. Я ее вам принес. Читаешь и видишь перед собой этого вояку с кадилом. Он еще и шагу не сделал по направлению ко Христу. А только рукавами широкими ветер гоняет и пустоту разводит по печатным органам. Если бы с таким сподобиться переслушателям побеседовать, он же с перепугу... Многоточие. Православие и армия в России. Кавычки открыты. Солдату надлежит быть здраву, храбру, правдиву, благочестиву. Молись Богу, от Него победа. Чудо богатырей. Бог нас водит. Он наш генерал. Суворов. Защита отечества. Долг перед Богом и людьми. Психология русского война. Воинская доблесть. Наши победы всегда строились и должны строиться на силе духа. Наше государство создавалось и крепло силой народного духа. Величие подвига миллионов людей, не щадивших живота свою во имя родной земли. Церковь православная на протяжении тысячи лет ковала неизгибаемый дух русского патриотизма. Ее зримый образ присутствовал во всей истории нашей многострадальной Родины. Так если взглянуться на путь пройденной России, можно увидеть, что церковь внесла неоценимый вклад в победы, который славой нашей Родины и ее народов является. Церковь православная освящала дело Отечества, как религиозный долг каждого способного носить оружие. Эта наша церковь давала напутствие дружине святого благоверного князя Александра Невского. Это она вдохновляла ревность донского героя, великого князя Дмитрия на поле Куликовском, где страшная сечь ссорда решала, быть или не быть святой Руси с ее самобытной культурой. Благословенные на побоище сельги в Радожске монахи Пересвет и Ослябия были живыми силами слияния веры и силы, у которых из оружия было одно – копье, а из доспехов только монашеская схима, когда выходили на единоморство с агарянским злочестием во главе Челубея. Во времена смуты церковь удерживала нашу отчизну от распада и подвигла Косьму, Минина и Пожарского на жертвенный подвиг, а русских ратников – на борьбу до победы. С крестом в руке под свист японской шимозы священники поднимали в атаку преданные и смертельно уставшие роты под Муггеном и Порт-Артуром. Во время Великой Отечественной войны всеми было осознано, что надо открыть те оставшиеся уцелевшие храмы и молить Бога о победе, ибо уже не на что было надеяться, кроме как на помощь свыше. И Сталин тоже это понял – нет русского православия – нет победы. Такими яркими примерами церковь в трудный для России час делом доказала свою верность. За 70-летний период богоборчества наш народ хотели сделать быдлом без высоких божественных идеалов, которые являются спасительными для каждой души. Эти идеалы остались и являются отличительной чертой народа и его армии. Я, как священнослужитель, говорю – лишнее религиозное нравственных опор, лишение национального самопознания пагубно сказываться на жизни народа и армии. Тем, которые понимают это, в армейской среде трудно справиться с захлестующим потоком иных ценностей, не свойственных природе русского человека. Во главе этого стоят люди, которые пытаются называть себя патриотами, но жизнь реально заставляет признать, что клянущиеся в любви к России матушки и одновременно отвергающие православие любят какую-то другую страну. Хотя, в принципе, вполне можно допустить их личную благонамеренность и честность. Но надо же все ясно понимать – такой путь ведет в тупик. Сейчас мы часто являемся свидетелем великой отрады, духовного пробуждения. Видим, как робко делаются шаги в православии. В воинских частях и подразделениях строятся полковые храмы и часовни. Принимают святое крещение молодые солдаты, поддерживаемые своими командирами, которые прошли боевую школу в горячих точках. С верой к нам возвращаются утерянные знания. Вера – стержень подготовки работы над телом, работы над душой и работы с духом солдат. Все это было известно великим полководцам, в числе которых – любимый Суворов. Он твердо держался убеждением, что наша армия будет сильна только благочестием и верой в Бога. Он в жизни воплощал этот взгляд, на свои деньги строил храмы, преподавал солдатам детям закон Божий, солдатским детям, учил солдат молитвам, сам пел на клиросе, составил покаянный канон всемилостивому спасу. Плоды Суворовской школы точно такие же, как и русского адмирала Федора Ушакова, причисленного за его благочестивую жизнь к лику святых Русской Православной Церковью. Для нас является вдохновляющим свидетельствами славных побед и вечного почитания. На примере лучших сынов нашего отечества воочию убеждаешься, что православие для народа русского даже не религия, а образ жизни. Наше будущее в прошлом любил говорить печальник за землю русскую митрополит Санкт-Петербургский и Ладонский Иоанн Снычев. Лишь Церковь поможет русскому миру восстановить былую славу нашего воинства. «Необходимо воссоединить русскую армию с православной церковью, ибо на нашей земле они друг без друга существовать не могут. На Руси христолюбивое воинство и церковь издревле повязаны бранным братством. Воин крепил телесную сталь. Монах ею засевал молитвенными трудами, чтобы произрос из нее росток духа христианского. и романах Никандр Речкунов и наместник Богородицы Казанского мужского монастыря с села Коробейниково. Газета «Мы вместе» Клуба ветеранов локальных вооруженных конфликтов номер один от 23.02.03 года. Кавычки закрыты. «Здесь столько несут разницы, столько бреда, слепотствующего неисцельно, что и опровергать по частям не решишься. Надо новую книгу писать. Ни звука, ни мысли христианской нет. И все это выдает в такой надутой форме, в такой обверке, что и сам вояка сей, видимо, саму себе понравился, как он ловко всех напугал и победил, не выходя из монастыря. Попрошу обратить внимание только на выделенные мной его слова. Слова совершенно не из Библии». Испaydал olmayи